МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кухонные ножи вместо смычков, фартуки вместо фраков. Артисты Омской филармонии приглашают на кухню симфоническую. Под аккомпанемент рояля в темпе Аллегра здесь разжигают мангалы, чтобы угостить горожан фирменными блюдами на гриле. Заслуженный артист России Александр Муралев на симфокухне солирует, готовит армянский чалагач. Супруга Ольга помогает, но не пытается перехватить роль первой скрипки. Для мужа кулинарные хлопоты только в радость. Я кроме филармонии работаю еще в школе, в училище музыкальном. Работал в университете, поэтому у меня практически свободного времени нет. Это отдушина, да, своего рода. Я делаю это с удовольствием. Вообще все, что я не делаю, я делаю с удовольствием. Ловите. Какой лучше? Доставайте. Оператор забрал у меня огурчик. Попробуем. Как вкусно. Ну это же не магазинные. Можете рассказать нам рецепт? Ничего особенного. Просто кладется укроп, чеснок, смородиновый лист, вишневый лист. Огурцы и соль с водой. Прекрасно. Да. Ничего нет лишнего. Лейтмотив симфокухни – вариации на тему гастрономического туризма. Челагач, китайский вок, рыба на гриле. Дуэт трубачей Александра Кузнецова и Вячеслава Самохина предлагает вкусное путешествие в Индию. Вот мы замешали йогурт, имбирь, чеснок, соль. Все, маринад готов. Индийку порезали, сейчас будем мариновать. Индийку порезали. Все, Саша, запускай. Придется белые ручки-то замарать. Давай, давай. И… В симфонии мировой кухни не обойтись без русских мотивов. Уха по-сибирски от шеф-повара Игоря Белоглазова – беспроигрышная классика, которой так приятно вернуться после любых гастрономических изысков. Кухня, как вообще культура, да, культура вот эта, ресторанная, там, всякие национальные блюда, там, стран мира и все, она развивается в других городах очень давно. У нас она только недавно начала развиваться. И людям стало интересно. Вот люди, многие летают в Таиланд, им при прилете, да, в Сибирь, там, хочется опять попробовать том-ям, там, еще какие-то изыскы, да, их. Поэтому для народу это что-то новое, интересное. Кульминация симфокухни – дегустация, создавшая настоящую очередь. И никто не ушел обиженным. Обеда хоть и не хватило на всех, но зато пообщаться с кумирами можно было вдоволь. Помимо того, что наблюдали, как они готовят, мы еще пообщаться успели. Все очень расположены, все очень доброжелательные. Я была поражена. Они настолько близки к нам, к людям, я думала, к ним не подойти. Нет, нет, все здорово. Я приехала из другой страны, да, я приехала из Нидерландов. Я как раз попала на этот праздник. У нас в России люди вообще многоплановые, у нас много талантов. Я, знаете, честно сказать, я не удивлена. Вяу! Вязание крючком, фотография, моделирование и коллекционирование. И это не перечень детских секций. Это то, чем живут взрослые после концерта. На выставке с таким названием гостям симфопарка показали, чем занимаются артисты филармонии в своей частной, закулисной жизни. Музыкант, который просто играет в концерты, просто сидит в оркестре, да, у него еще есть какие-то интересы, да. Может быть, эти интересы будут интересны еще кому-то. И, понимаете, так вот, может быть, объединяться и будет, знаете, клуб поинтересам, знаете. Так же, например, как же вот Анна Романова танцует, да, танго. Кто-то еще хочет, но просто не знает, что это есть. Культура не помешает для города, кульстировать народ, чтобы он был гораздо грамотнее, любил классику. Симфопарк 2019 – территория сближения. Музыканты приоткрыли дверь в свой внутренний мир, показали разносторонность собственных увлечений и готовность к экспериментам. Так, в разгар праздника, перед тысячной толпой они предстали не в своем репертуаре. Например, главный дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев попробовал себя в игре на бубне, пложках и балалайке. Зрители оценили такое шоу бурными овациями. Альтистка Омского симфонического Ирина Коротичева тоже предстала не в своем репертуаре. Говорит, что такие испытания – отличная возможность для саморазвития. Взглянуть на себя со стороны, наверное, как-то, может быть, где-то с иронией отнестись к своему репертуару обычному. Может быть, что-то как-то расширить границы, немножко сломать представление о себе самом. Попасть в гримерку к артистам. Кто не мечтал, кто не ломился. А здесь проходить, пожалуйста. Кстати, все по-настоящему. Грим любой сложности здесь наносили профессиональные визажисты. А раз уж у меня есть свободное время, то я не буду исключением. Давайте нарисуем мне что-нибудь. Получилось действительно здорово. Спасибо. Праздник музыки налицо. Правда, такие воспоминания быстро стираются. В отличие от снимков в памяти телефона, которые без устали делали все гости симфопарка, чтобы позже вернуться в этот летний музыкальный день, пусть и виртуально. Как превратить свою квартиру в музей? Сегодня о своем свободном времени расскажет начальник Омского академического симфонического оркестра и руководитель Манхэттен джаз-бэнда Валерий Перминов. В свое свободное время я слушаю хорошую музыку. И хорошую музыку я слушаю на хорошем носителе, который называется винил. Начинал, вот я даже здесь вот нашел одну пластиночку, да, я же готовился чуть-чуть. Вот, это вот такая вот пластинка, ленинградский диксилен, да. Эта любовь осталась на всю жизнь. И мы это еще, знаете, мало того, что слушаю, мы это еще и играем. Меня очень порадовало тут недавнее приобретение, относительно недавно. Это, знаете, это у меня Майлс Дэвис. Это альбом вообще Кинтон Плю, который, знаете, про него как говорят? Его говорят, что этот альбом записан на небесах, потому что действительно здесь такой состав. Записано, ну, настолько качественно, что там вообще прослушивается там, вплоть до того, ты слышишь, как пальцы перебираются там по контрабасковым струнам. Это группа Чикаго, она издалась в Японии, и она издалась только в Японии. Они там давали концерт, а японцы такие вот, почему-то казали жадно, они не дали ее издавать никому. Это очень редкая пластинка. Но последняя вот во Франции, там я вообще туда не выходил. Магазин посвящен только джазу. Крокоджаз называется. Вот я сохранил даже вот этот пакетик. Я там очень много купил моего любимого Лестер Янга. Кстати, он очень редко издается на пластинках. Это саксофонист Лестер Янг. Вот я его набрал, наверное, штук 20. Ну, жена была не в восторге, в общем-то, если бы она узнала, конечно, то я надеюсь, она не будет смотреть эту программу. Я ей не скажу, когда она будет выходить. Тыщ! Без регламента, без нот, без правил. Не уличная драка, а рояль в кустах. Виртуозное сражение голосом, музыкой и остроумием. Пока у гостей симфопарка было свободное время между концертами, они могли убедиться, что артисты Омской филармонии музыкой живут. Думают и шутят тоже музыкально. Все могут успокоиться. Шарады, миниатюры, танцы. Звезды Омской филармонии веселились так, будто занавес еще закрыт, зритель не взыщет и еще осталось время для острот. Потрясающее шоу, на самом деле ведущие шоумены, затейники подготовили даже не столько для зрителей развлекательную программу, сколько для нас, артистов. И в работе мы проявляем себя с одной стороны, когда мы развлекаемся, мы открываемся совершенно с противоположной, с другой, мы не знаем, что ожидать, опять же, друг от друга. С такими мастерами играть в «Угадай мелодию» бессмысленно. Музыка от чайковского до советского рока угадывается с трех нот. Лето. Да! Все идет по плану. Все идет по плану. Переломлен пополам оказался только план ведущих. С самого начала, как и положено, в настоящем шоу импровизации правила переписали сами участники. Команды даже не пытались соперничать, а спелись с первой ноты. Вообще импровизация, она присутствует в любом выступлении. И во время выступления в качестве дирижера и в качестве оркестрантов этим живое выступление и отличается. Все равно доля, какая-то импровизация, какой-то процентом, все равно есть. Это может быть импровизация не конкретно в нотах, а в их трактовке, в их исполнении возможности по-разному сыграть одну или другую фразу. Время потехи и шалости перед напряженной работой на глазах тысяч зрителей. Чужие роли и непривычные амплуа – это энергетическая подзарядка, своеобразная разминка для музыкантов, которые каждую минуту должны быть готовы к коллективной импровизации. Из зоны комфорта иногда выходить необходимо. Не всегда нужно делать так, как удобно. Если артист на сцене слишком удобно, это может привести к некоторым застойам. Сегодня в гостях у программы «Свободное время» директор Омской филармонии Ирина Лапшина. Ирина Борисовна, концерты под открытым небом наверняка самые непредсказуемые мероприятия Омской филармонии. В плане подготовки это очень предсказуемое мероприятие, потому что готовят его весь, можно сказать, персонал филармонии, то есть все работники. И в день симфопарка выходит более 200 сотрудников для того, чтобы просто даже обслужить вот это все мероприятие, не говоря уже о музыканта. Ну, а непредсказуемый, конечно, есть страх. Каждый раз мы обращаемся к небесам, чтобы была погода. И, кстати, вот десятый парк и десятый парк. Нашими молитвами и молитвами всех, кто нам желает добра, это все происходит. А в чем вы видите секрет популярности самого явления симфопарка? Это вот дань моде на мероприятие на свежем воздухе? Или просто горожанам приглянулся формат, который, ну, по сути, ни к чему не обязывает? Можно в шортах прийти, там, с термосом чая? Воздух, содержание, вот то наполнение, которое мы предлагаем. И есть даже, наверное, в качестве привлечения момент какой-то интриги, потому что очень многие, особенно молодые люди, приходят, посмотрим, что там такое вообще. Я сама слышала эти разговоры, потому что я иду всегда в публику, слушаю, кто что говорит, как отзываются. Ну и молодые люди пришли и, конечно, были настроены, да, а что там симфония, что мы там будем ее слушать? Сейчас минут пять постоим и уйдем. На самом деле потом этот формат настолько понравился, и они сказали, так это оказывается здорово, это классно, мы теперь пойдем в зал это слушать. Приходят ни поесть, ни там, понятно, что есть какие-то игры, есть какие-то там анимационные вещи, но все обязательно идут слушать оркестр. В этом году идея симфопарка – это максимальное сближение с аудиторией. И действительно, вы показали много личного. Это и хобби музыкантов, это и семейная кухня. Легко ли было уговорить коллектив? И, собственно, для чего вы это делаете? Одно могу сказать, что в течение всего сезона наши слушатели постоянно желают встретиться с музыкантами. Иногда просятся в гримерку, чтобы переговорить. С маэстро очень много встреч, тоже задают вопросы. Я вам скажу, что однажды у него машину забрали эвакуатором, и он сел в такси. Причем как-то так получилось, что туда сели тоже ребята, у которых тоже машину забрали. И получилось, их полная машина, они поехали за машиной. И они так поворачиваются и говорят, «О, по-моему, вы маэстро нашего Омского академического симфонического оркестра». То есть вот такая популярность, она о чем говорит? Что знают в лицо и общаются. И вот когда мы предложили на симфопарк показать свое творчество, конечно, были минуты стеснения, какой-то закрытости, потому что, может быть, не каждый хочет рассказывать, что он там вяжет или делает бус, или какие-то из папье-маше подделки. Кто-то готовит хорошо. Все равно об этом знают в оркестре, но это выносить уже на какую-то открытую площадку, это не каждый, может быть, хочет. Но, вы знаете, вот каждый день прибавлялось все больше уверенности в том, что это надо сделать. Вы сами участвовали в конкурсах, в активностях. Признайтесь, это ваша инициатива? Вы таким образом подавали коллективу пример или все-таки принудили режиссеры? Меня не пустили даже во все конкурсы, во все мероприятия. Я сама человек очень активный и творческий. И я готова участвовать везде. Но, конечно, мне это предложили, я согласилась. Но если бы даже не предложили, я задала бы вопрос, а где я могу поучаствовать? Потому что, когда я услышала слово «симфокухня», то, конечно, мне хотелось показать свои кулинарные способности, то, что я могу. Ну, там уже все казаны заняты были. Расскажите, какое у вас коронное блюдо? Что бы вы приготовили? Коронное блюдо, ну, может быть, в условиях парка, конечно, это было бы что-то мясо или рыба. А вообще, в принципе, у меня есть фирменный торт, который называется «Киевский торт». Сколько я не давала этот рецепт, ни у кого этот рецепт не получается. Это такой рецепт, который мне передала мама. Вот я покупала в Киеве, я покупала в Петербурге, я покупала в Москве торт под названием «Киевский», я покупала в Омске. Ничего даже близкого нет к моему рецепту. У меня совершенно другой торт. Будем проситься к вам на торте. К юбилею филармонии попробуем это сделать. В мае у нас будет 80 лет, но надо, наверное, все-таки сделать. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас были очень масштабные проекты и фестивали, которые привлекали бы в наш город очень много гостей, туристов. Ну и самое главное, чтобы нашим людям было очень интересно. И сегодня, когда мне говорят, что мы свой отпуск подстраиваем под симфопарк, то есть не вздумайте отменять, потому что я уже купил путевку, потому что я должен попасть на симфопарк, но меня это очень радует. Сегодня в рубрике «Топ-3» мы расскажем о самых популярных развлечениях для гостей симфопарка. Переиграть музыкантов? Кто рискнет попробовать? На симфопарке все желающие могли сразиться в нарды, любимую закулисную игру артистов Омской филармонии. Поговаривают, что музыканты в нее играют еще со времен дирижера Семена Аркадьевича Когана и до сих пор успевают раскинуть партию, пока длится антракт. Дело в том, что вот это единственная игра, где, конечно, мастерство имеет значение, потому что при одном и том же камне можно по-разному распорядиться, как сыграть. Но дело в том, что если камень, как говорится, не идет, ты как хорошо не играй, а никуда не денешься, так и так вот. Гостям симфопарка наливали чай по-хабенски. Музыкальный марафон организаторы разбавили приятной чайной церемонией. В качестве десерта публике были предложены анекдоты от скрипача Геннадия Хабенского и хормейстера Раисы Костиковой. Чай от всех недугов омещи, кажется, распробовали. У нас, значит, есть такой наш гуру еврейский, любавческий ребе Менахем Менделл Шнерсон. Так он завещал каждому еврею, и не только, жить по 120 лет. Так мы иногда говорим, можно и по 119, чтобы сказали, что безвременно ушло. Право голоса было закреплено за гостями. На протяжении всего симфопарка Омская филармония и телеканал «Продвижение» приглашали всех желающих стать частью народного хора, принять участие в съемках клипа. Ода к радости Бетховена зазвучит тысячами голосов о мечей на торжестве, посвященном 80-му музыкальному сезону Омской филармонии. Субтитры создавал DimaTorzok 70 киловатт живого звука, все оркестры филармонии на одной сцене. Главный летний опен-эйр. 11-часовой марафон музыки открывает программа «Детвора в отрыв». В исполнении солистов и музыкантов Омской филармонии хора государственного детского ансамбля звучат песни из кино и мультфильмов. Это живая музыка, ее можно увидеть вживую. И набираешься вот таким настроением, не как вот смотришь на телевизоре, а вот ты в кругу, можно сказать, в кругу вот этих всех людей и понимаешь эту музыку. Дебют с оркестром – это про них. Ученики детской школы телевидения, телеканала «Продвижение» Тимофей Васильев и Соня Волкова впервые примерили на себя роль ведущих большого концерта. Держать внимание публики оказалось просто. Куда сложнее не попасть под чар музыки и не пропустить собственный выход на сцену. Когда играла знакомая мне музыка, скажу по секрету, за кулисами подпевал. Мы когда сюда приходили, мы думали, что будет мало людей, но потом вообще очень много, мы прям ликовали, было круто. На русском концерте – широта русской души и размах эмоций. В исполнении Омского камерного оркестра звучат произведения Мусоргского, Шостаковича, Чайковского, Лядова и Глазунова, с чьим именем связано открытие первого концертного зала в Омске в 1967-м, когда Мариинский оркестр играл его пятую симфонию. Сегодня коллектив Омской филармонии чувствует себя уверенно и вне родных стен. Весь звук улетает в лес, улетает в небо, и нужно очень хорошо слышать, видеть дирижера, слышать внутренний свой голос, потому что тот звук, что в мониторах, он мало доходит до нас, поэтому очень сложный акустический момент. Знаете, скрипка на свежем воздухе, совсем недавно это были вещи почти невозможные, вот, и тем более струнные оркестры. Все огромные оркестры во всем мире играют там в лесу, на лужайках, устраивают ночные концерты, русская музыка, любой, играет потрясающе здорово. Оперета, вальс, танго, твист и рок-н-ролл. В репертуаре духового оркестра «Лучшие из лучших» – произведения Афенбаха, Кальмана, Стоуна, Дунаевского, Родригеса. Поднять настроение, а заодно и укрепить здоровье. Классическая музыка целебна, она как подорожник для психики. Затягивает душевные раны, снимает мышечные спазмы и психологические зажимы, доказанной медициной и личным профессиональным опытом. Это такая медитация, такое восстановление каких-то психических сил, а психическое здоровье – это основное. Уже потом начинает физическое здоровье страдать, когда психика наша начинает портиться от стрессов, от перенапряжений, от конфликтов и так далее. И вот на этих концертах это все утихает. У моей лучшей подруги день рождения, я ей все пошлю, ей очень понравится, потому что она играет на кларонете. Формат симфопарка не предполагает исполнение слишком сложных произведений. В репертуаре проверенная и любимая классика. В концертном зале у нас тысяча мест, а здесь собираются и пять, и семь тысяч человек. Конечно, это совсем другая атмосфера. При том, что так много публики, но все равно атмосфера здесь какая-то дружеская. Нет дистанции между оркестром и публикой. Нам нравится. Год от года импровизированный зал под открытым небом собирает многотысячную армию поклонников. И, как правило, отстояв очередь за билетиком на симфопарк, омичи не спешат расстаться с музыкой и становятся постоянными гостями Омской филармонии. Честно говоря, начали слушать классическую музыку не так давно, наверное, где-то лет пять-шесть. Вот так. Попали случайно, нам очень понравилось, и вот так вот затянуло. Кульминацией большого музыкального праздника в преддверии 80-летнего юбилея Омской филармонии стало выступление симфонического оркестра. Но и здесь, уже в полной темноте, зрителям дали сказать свое слово и выбрать финальную симфонию. В эту пятницу омичам предлагают взглянуть, а может быть и залипнуть, на коллекцию наклеек художника-иллюстратора Константина Веджа. Мероприятие пройдет на парковке у Меги. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация на сайте. В ближайшую субботу омичи выяснят, кто же главный по тарелочкам. На стадионе «Энергия» пройдет международный турнир по метанию фрисби на газоне. А те, кто проголодаются после активного утра, смогут перекусить на гастрономическом фестивале «Вкусный Любинский». В программе кулинарные лектории, вкусные мастер-классы и секретные рецепты. Организаторы призывают, нужно успеть ухватить свой кусок пирога. Омские повара приготовят пятиметровое яблочное лакомство, которое сможет попробовать любой желающий. В первый день рабочей недели омичек приглашают в творческое пространство «Берлога» на мастер-класс по рукоделию, где можно взяться за нитки и лоскуты и создать обереговую куклу на замужество. Птицы возвращаются в родное гнездо. 27 августа на территории Омской крепости пройдет презентация хоккейной команды «Авангард» перед новым сезоном КХЛ. Гостей ждет розыгрыш поездок в Балашиху, встреча с любимыми игроками и концерт группы «Пицца». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова